Привет! Мы Маша и Наташа. И мы хотим рассказать про наш совместный проект «Шерстяная битва». Обе мы валяем из шерсти, и именно это дело нас и связало. Мы познакомились осенью 2015-го, когда участвовали в конкурсе «Игроволок Белая магия», который организовали студия «Шкатулочка» и фестиваль «Формула рукоделия». Мы начали общаться с Машей в интернете, потом встретились, начали ездить друг к другу в гости. Маша живет в Луховицах, в Подмосковье, а я сейчас в Москве. И после этого конкурса нам очень хотелось участвовать в каких-то других проектах. Это было очень интересным опытом, и в одной из переписок Наташа просто предложила. У меня возникла идея, классная, только что, идея дружеского соревнования «Битвы валяльщиц». Ну да, вот какой-то такой конкурс хотелось устроить уже давно, что-то такое вместе, чтобы в чем-то участвовать, вместе валять. И я наткнулась на группу двух девушек, которые устраивали подобную битву, но только они и шили, шили наряды каждый месяц в течение года. Я подумала, классно это, на валяние перенести можно было бы. И мы решили, что не нужно ждать, а можно вдвоем посоревноваться. Так и начали. Условия нашей битвы – это 6 месяцев, 6 полноценных законченных работ в технике сухого валяния. 1 числа стартует новая тема для нового проекта, а 25-го каждого месяца мы выкладываем фото готовых работ и начинается голосование. Здесь в игру вступаете вы и можете выбрать лучшую работу месяца. По итогам голосование определяется победитель и проигравший. Победитель назначает тему нового месяца, а проигравший едет в гости. Да, такое вот дружеское у нас соревнование. Сейчас идет уже третий месяц нашей битвы. Первый месяц у нас была тема детства. Нужно было выполнить работу в светло-серой гамме. Маша сделала потрясающую композицию. Это был детский кораблик, как будто из бумаги сложенной. И он был в луже. И вот все это сделано из шерсти. Это была очень здоровая, потрясающая работа. А Наташа сделала гигантского зайца полметра. Он был очень большой. Вторым же месяцем заданием была абстрактная скульптура на тему мысль. Это задание было очень сложным, но в то же время очень интересным. Работать в таком жанре нам еще не приходилось. Было очень интересно. Сейчас идет третий месяц, и мы валяем персонажей для студии «Шкатулочка». Мы очень рады, что есть люди, заинтересовавшиеся нашим проектом. Они комментируют, пишут, болеют за нас. Пока мы не знаем, что ждет нас через шесть месяцев, проект «Живой» посмотрим. А если у вас есть предложения или пожелания к нашему проекту, пишите нам, и мы с удовольствием рассмотрим их все. А пока что присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, где вы можете следить за развитием событий, за нашей битвой. Спрашивайте, комментируйте, будем рады поддержке. И, конечно же, голосуйте за лучшую работу месяца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!